Саркопения. Что это и как избавиться и предупредить? Сегодня мы поговорим о набирающем обороты заболеваний или состоянии, которое так и называется саркопения. Это постепенное уменьшение мышечной массы и замена ее на жировую ткань. То есть вместо мышц у нас появляется, уменьшаются мышцы и появляется жир. То есть мы начинаем превращаться в такую мраморную говядину, да? Наверное, видели такое мяско, когда там слои то жира, то мяса. И это не очень полезно. Давайте поговорим, чем же это опасно. Во-первых, когда у нас уменьшается мышечная масса, уменьшается и количество энергии, потому что в основном в мышцах и находятся митохондрии. Соответственно, меньше мышц, меньше митохондрий, меньше энергии. Второй момент. Наверняка вы замечали, что, например, более старшие люди менее устойчивы. А почему это происходит? Потому что нет мышц. То есть мы не можем владеть своим телом, поскольку мышечная масса недостаточна для того, чтобы его держать как нужно. Следующий момент, тоже негативно сказывающийся, это истончение костей, потому что кости питают мышцы. Когда у нас мало мышц, у нас мало питания костей, и у нас не поступают туда нужные микроэлементы, и кости становятся хрупкими. Можно ли это профилактировать? Да, можно. Но это только работа над сохранением мышечной массы. То есть это физическая активность, и это силовые тренировки. И что самое интересное, что чем мы старше, тем больше физической нагрузки должно быть. И сейчас в хороших фитнес-клубах есть целые программы для людей пенсионного возраста. Если вы сами на пенсии, или вы имеете родителей пенсионного возраста, то обязательно посмотрите где-то рядом с вами, найдите фитнес-клуб, где есть такие занятия. И вы или ваши родители начните их посещать. Занимайтесь активной ходьбой 40 минут в день. Причем это не обязательно 40 минут подряд. Куда-то прошли 20 минут активно, так, чтобы немножко вспотеть. Прошли обратно, взяли с собой палочки для ходьбы, и тогда активность будет еще больше. То есть больше мышц будет задействовано в этот период, и больше мышц будет укрепляться. Силовые тренировки, они тоже обязательно должны быть в вашей жизни. Что такое силовая тренировка? Это тренировка на определенную группу мышц. Например, взяли гантельки, начали тренировать конкретную мышцу на сгибание и разгибание. И этих подходов должно быть несколько. То есть сделали 10 раз, позанимались другой мышцей, потом снова вернулись к этой мышце, еще сделали 10 раз. Этим и отличается силовая тренировка от обычной. То есть именно силовые, потому что они будут направлены на определенные группы мышц. Потратьте на себя время сегодня, и оно обязательно вернется к вам несколькими качественными годами жизни в будущем. Заботьтесь о себе, о своих близких, будьте активными и живите долго. Субтитры подогнал «Симон»